привет девчонки сегодня хочу вам рассказать о том что у меня связалась за последнее время то есть готовая работ которых оказалось немного но по-моему это очень актуально на весну связались у меня повязки и еще кое-что пряжу мне практически не осталось уже поэтому сейчас я не вижу процессы приостановлены планы какие-то приостановлены потому что не хочу опять возвращаться к этой теме везде нам муссируется но с итальянской пряжи сейчас проблема я очень привязать итальянской пряжи бобиной именно бобиной поэтому пока моим шумаем как говорится поэтому покажу что у меня готова как вы знаете я заказывала бисер японские чешские меня есть видео на канале и я вот именно для этих целей брала его меня образовалась некоторое количество вот таким вот повязок на голову знаете даже за уже ассортимент какой-то образовался если честно подходе и выбирай повязку покупать в общем хочу показать вам сегодня что я сделала за последнее время мятно голубая очень красивый цвет на весну решила какие-то такие узоры использовала для этого бусины бисер по вам красиво получилось я вставлю фотографии эти повязочки можно купить это полухлопок материал вот это вот вообще обалденно еще мне очень нравится серая я просто люблю серый цвет она вот такая вот и нить такая прям пепельно-серый такой вот меланж светло-серым очень красивая ниточка это кстати пряжа одинаковая это газа лобби код он белая тоже но я вам скажу они по-разному смотрится вот это вот по-своему классно она так ложится хорошо в полотно но если есть какие-то неровности например вот я вязала в круговом вязании то есть она уже не выравняется у вас как бобинная пряжа после стирки это тоже хорошо ложится но я здесь уже учла что при развороте ряда до при начале следующего ряда надо подтягивать петельки хорошо потому что они не разровняются я первый раз работала с этой пряжи но вот серого тоже мне очень классно я думаю на себе оставлю беленькая тоже есть я ее последним связала даже не стирала мне нравится очень знаете такой вот этот способ до сшивают у меня кстати на канале я оставлю здесь ссылочку на видео которые мой мастер-класс такой мини мастер-класс по изготовлению вот серой повязки там серую вроде бы показывала такой объемный узел получается якобы имитация завязанного узла очень классно очень интересно смотрится мне такой больше понравился вариант нежели вот такой вот просто с перехлёстом но именно из этой пряжи вот например из шерсти это стопроцентный мериносто бобильная пряжа она смотрится более объем не интереснее красивее с перехлёстом нежели полухлопок поэтому тут тоже знаете надо смотреть по ситуации давайте поближе покажу не хочу надолго растягивать это видео здесь я тоже начинала сначала просто пришивать бусинки потом вот пошло добавить бисер вот как по наитью как по вдохновению как пошло таки пошло и получились вот такие вот якобы листочки или не знаю что это такое ничего так смотрится мне нравится здесь я использовала разные бусины тоже и сиреневые прям в тон попала идеально вот посмотрите вот сиреневая например идеально в тон ее даже не видно и все общем с фиолетовыми оттенками синий фиолетовый черный ну вот это японский бисер тохо он тоже очень красивый с такими фиолетовыми отливами зеленовато фиолетовыми такой хамелеончик тоже красивый здесь крупные бусины тоже в общем девчоночки это повязочка сиреневая кстати она подойдет и деткам на объем головы там 48 наверное 52 очень хорошая она же гипоаллергенная понимаете потому что это меринос процентная и вообще обожаю меринос раскрылась вот после стирки таким нежным нежным пушку очень классная даже ниточки очень ниточки я еще не попрятала точнее здесь они заправлены но еще не отрезаны кончики вот с полу жару как говорится это тоже можно поближе рассмотреть материал весь тот же самый просто вот узорчик уже пошел другой тоже красиво смотрится и обязательно фотографию ставлю вот это тоже очень хочется себе оставить куда мне столько давайте мы этот торговый ряд пока вот так вот отложим в сторону и я хочу вам показать и рассказать чем что и чем из зала из вот это вот меня был моток оставался пряжи я не знаю не помню для чего я заказывала если честно такой вот это himalaya dolphin baby розовый и такой мятный красивый такой это наверно такой более ментоловый цвет тоже такой красивый разбеленный я не знаю как он сейчас передает камера это значит надо смотреть на нее вот где вообще у нас тут лицо вот лицу девочки я не знаю будет ли вам сейчас видно узор здесь такие как галочки идут ажурные потому что может быть и нет потому что он еще не отпарен но я вязала подстилку на стул остался мне моток ниток и у меня вот хватило как раз на 2 подстилочки на два стула и нужно ее еще отпарить чтобы она немножко разровнялась значит подходящих спиц у меня не было на пятерке и вязалась такой же пряжи только зефирно-розовый жилет детский получилось но из-за того что я не знаю как вам сейчас видно постараюсь вот сверху вот так вот снять но это все разровняется еще конечно немножко ляжет будет очень хорошо смотреться я вам так хочу просто показать идею для затравочки может быть кто-то из вас тоже захочет значит такой тоненький но объемный же понимаете я думаю в один слой тоже достаточно будет если конечно есть возможность подшить какую-то основу под низ из материала который можно постирать потому что все-таки на стуле коврики будут такие то можно меня ничего под рукой не оказалось он такой приятный такой тепленький я думаю нам хватит и этих тем более что то вещь такая недолговечная и если эту пряжу использовать скажем так этой точкой тереться по ней то это ненадолго как бы она потеряет скоро наверно свой вид знаете я же к чему веду то эту пряжу я вязала розовый жилет на спице номер 5 из-за того что спицы маленького размера петли получается кривоватые в этот раз знаете что мой муж меня просто очередной раз удивил он не говорит так это карандашом свяжи только не смейтесь девочки я действительно вязала это вот карандашом и очень хорошо пошло ну то есть идеальные спицы сюда бы восьмерка десятка были вообще десятка были бы идеальные но вот карандаш мне кажется под восьмерочку подходит где-то диаметром обычный канцелярский карандаш где-то за три часа наверное связалась такой пряжи связала и даже сделала обвязку по краям очень быстро и по моему очень же ничего сейчас пока смотрится не очень я надеюсь как-то я вам покажу либо во влоге либо сюда же вставлю может быть на момент выхода видео надо еще кончик спрятать здесь на момент выхода может я уже к тому моменту то отпарюсь фотографирую как она смотрится но знаете я снимала видео до этого и подложим в сторону я вот ее использовала как салфеточку подложила так для фона знаете красиво цветочки поставила вообще ну сдалека то смотрится ничего а вблизи очень объемно но вы знаете очень даже интересно смотрится фактурно так очень я сейчас вам покажу как это смотрится покажу вам как это смотрится сдалека вот на столе я не знаю как вам по моему очень даже ничего так необычно я бы сказала оттенок очень приятный весенний красивый я посмотрю еще подумаю как я буду использовать вот сама того не ожидаясь придумала новый способ ее использовать ну конечно если мы положим уже на стул то на стол и уже ложить никто не будет еще у меня есть идея я хочу просто сейчас по магазинам как бы стараемся не ходить но я хочу купить как это не бечевка а другая вот нить называется но я думаю вы поняли кто знает такая довольно толстенькая джут я вспомнила из джута я хочу связать такие знаете круглая точнее не связать хотя может быть и связать хочу просто вот для фруктов для цветов такую подставку связать на стол буду экспериментировать как только появится возможность ходить магазин и купить джут не обязательно это сделал обязывала кстати я крючком столбиком без накида вот набирала я набирала я 29 петель набирала я 29 петель с учетом кромочных вписывала сюда узор возможно я сниму на канала такое видео покажу как я вязала этот узор и покажу лайфхак на девочки на этом все связание меня пока ничего остатки пряжи буду свои дорабатывать а может пока просто отдыхнуть вязание займусь другими займусь какими-то хозяйственными делами каналом буду снимать видео немножко на другие темы как то так пока будет пока не будет решен вопрос пряжей конечно можно купить здесь пока работают интернет-магазины можно купить турецкую пряжу но я как-то из турецкой пряжи хотя вы знаете все возможно нет я нормально отношусь хорошо к турецкой пряжи выбор просто здесь маленький тоже очень по оттенкам ограничен и вообще сложно найти я бы сказала тоже акрила полно конечно всякого и ноунейма и всякого разного другого но есть места где можно купить и турецкую пряжу просто я больше люблю качественную я люблю хорошие вещи носить в плане свитеров потому что я мерзну всегда шапки теплые люблю носить не толстые ну теплые вода свитера они не толстые но они меня всегда греют поэтому ну я думаю все разрешится все будет хорошо а пока снимаю для вас видео смотрите развлекайтесь занимайтесь семьями домашними делами все будет хорошо все девчонки до следующих видео всем пока пока